Это программа «Здесь и сейчас». Здравствуйте! Во Владимирской области проходит межрегиональный этап Всероссийского чемпионата профессионалы. 30 мая вторая смена соревнований по профмастерству в компетенции «Поварское дело» выполняла задание на площадке Владимирского экономико-технологического колледжа. Об успехах конкурсантов. Да и не только. Здесь и сейчас говорим с главным экспертом итогового чемпионата профессионалы по компетенции «Поварское дело» Евгением Иришкиным. Евгений, здравствуйте! Здравствуйте! Вот такие долгие названия, не все к ним еще привычные. Да и вообще давайте начнем с терминологии. Профессионалы. Слово однозначно такой позитивной семантикой, но кого сегодня понимают под профессионалами? Особенно если мы говорим о чемпионате вот в такой дисциплине. Профессионалы. Профессионалы-то кто выполнит задание на определенный уровень. О каких именно профессиях сейчас говорим? Ну, рабочие профессии, конечно, участвуют в этом чемпионате. Кто именно принимал участие? Давайте вот о возрасте. Возраст конкурсантов, специализации, ну и, конечно, география участников. Конкурсанты могут принять участие с 14 лет, если они учащиеся из ПО. Сейчас площадка, которая выбрана, да и не первый год уже для чемпионата, это Владимирская экономико-технологический колледж. Да, Владимирцам все еще непривычно название колледжей современной, мы привыкли к номерам училищ, но это все уже дело давнее. А если говорить о самой площадке, на ваш взгляд, на взгляд действительно профессионала, того, кто оценивает нынешних и будущих профессионалов, насколько площадка удобна, комфортна и, главное, профессиональна для того, чтобы соревноваться? Площадка соответствует стандартам проведения этого чемпионата, она очень хорошо оснащена современным оборудованием, новым оборудованием. На ней присутствует кондиционер, что позволяет выполнять разные другие модули, которые требуют определенной температуры в помещении. Я считаю, что очень хорошая площадка. В чем именно соревнуемся? Соревнуемся? Да. В поварском деле. Вот, прозвучала история и действительно и сразу слюна, потому что на это хочется смотреть, и обязательно посмотрим в одном из сюжетов, которые подготовили мои коллеги. А вот Владимирская область, она на ваш взгляд, что получает, проводя такие чемпионаты, принимая у себя участников этого соревнования, ну, не спортивного, но такого вкусного, интересного? Ну, конечно, опыт. Приезжают разные регионы, они показывают разные уровни мастерства, разные блюда, разные технологии, техники. И это можно посмотреть. Вот смотрите, ведь участвуют те, кто именно диплом по профессии не получил, но те, кто компетенции уже имеет. Ну, наверное, первокурсника, да еще зеленого никто на такой чемпионат не пошлет. Это, как минимум, будет, наверное, неинтересно смотреть. Хотя для такого участника огромной ценностью будет общение от, общение с настоящими профессионалами, с мастерами, тем более, что вы же практики. Ведь, ну, не секрет, да, это особенность нашего образования во многом, что там много теории и много теоретиков. А на практику люди уходят вот уже такими подготовленными и там сталкиваются с райкинским, забудьте, дедукцию, давайте продукцию. Да, конечно. Ну, каждый же колледж хочет, чтобы выставить подготовленного участника. Зеленого, если он поставит туда посмотреть, осмотреться. Какой смысл? Потому что соревнования. Задача выиграть. О том, как проходили соревнования по поварскому делу, по поварскому искусству, позвольте мне такую отметку. Наш репортаж предлагаю посмотреть. Давайте. В числе участников Всероссийского чемпионата – школьники, студенты колледжа и университета. Каждый претендует на победу. Владимирскую область представляет Ирина Рудакова. Девушка признается, пришлось пропускать занятия. Все время уходила на подготовку и проработку меню с преподавателем. Мы спорашивали очень много же поваров Владимира. И не только, если я показана помощью, что же нам сделать. К нам приезжали, советовали многие вещи. В принципе, то, что вы видите, это наше меню, оно составлено очень многими людьми. Начали мы готовиться со два месяца до финала. Каждый день. Чемпионат разбит на несколько модулей. Конкурсантов ждет дегустация, теоретические задания и практический этап приготовления трех блюд. Комплимент от шефа, горячие из птицы и десерт. Одно из главных требований к десерту – отсутствие глютена и лактозы. В судьях – профессиональные повара и эксперты со всей России. Организаторы воссоздали атмосферу высокой кухни. На подачу и финальное приготовление блюда участнику дано не более 30 минут. Соревнования проходят во Владимирской области во второй раз. В этом году участников стало больше. Каждый из них едет за главным, обменяться опытом и понять, как устроена работа в ресторанах. Сергей привез на конкурс авторский рецепт десерта «Черный лес». Говорит, придумал его спонтанно. Преподаватель остался в восторге. Здесь вполне не меньше, чем на регионе. Потому что там все-таки первый раз, первый конкурс. А здесь как-то с ребятами пообщались, наставниками пообщались. Вы как-то не так выполните. Но везде бывают свои нюансы. Иногда может что-то пойти не так. Межрегиональные этапы профессионалов, которые продлятся до середины июня, будут проходить еще в 26 регионах России. Всего в них примут участие более 6 тысяч конкурсантов. Итоги чемпионата подведут в ноябре в Санкт-Петербурге. Приятного аппетита всем, кто смотрит нас за столом. Евгений, а вам такой уточняющий вопрос. Я заметил вашу улыбку, широкую улыбку, когда девушка говорила, что готовиться начала за два месяца. Мало или много? Или вы не об этом подумали? Конечно, мало. Два месяца для чемпионата такого уровня – это маленький срок. То есть, уже поступая надо было готовиться? Не совсем так, наверное. Нужно было включать тренировку уже с самого начала поступления. То есть, если мы видим талантливого ребенка, мы должны его как-то включить в процесс тренировочный. Показать какие-то вещи, которые нужны на чемпионате. Нужно их освоить. Изучить какие-то базовые вещи. Для профессии, для реализации каких-то блюд. Ну, два месяца – это маловато. Я думаю, что у многих сейчас не сошлась картинка с собственными ощущениями. И у меня, признаюсь, тоже. Потому что мы говорим о колледже, о тех учебных заведениях, которые относительно недавно, где-то в прошлой жизни, мы называли шарагами, мы называли учагами. И думали, что там готовят людей, которые вот эту холодную приклеенную к кастрюле пюрешку готовят. За хорошее пюре, согласен, можно полцарства отдать. Но все-таки мы-то видели ресторанные блюда. Действительно, сегодня этому искусству, я об искусстве говорю, потому что мы платим-то за произведение искусства в заведениях общепита, учат в средних специальных учебных заведениях. Да, но сейчас подход к образованию меняется, уровень образования растет. То есть мы уже видим результаты какие-то. У нас, собственно, и индустрия уже меняется. — Наш регион представлял один участник? — Будет представлять завтра второй. — Вы за них болеете или вам нельзя? — Не, нельзя. Я без пристрастия. У меня нет конкурсанта на этом чемпионате. Какие знания, какие умения надо демонстрировать и демонстрируют действительно те, кто участвует? — Очень широкий спектр. У нас целая большая схема оценивания. Есть некие аспекты, по которым судья оценивают работу конкурсантов. Ну вот, например, что надо показать, что надо сделать? — Ну, у нас, к примеру, один из модулей разделка птицы. Конкурсант должен с определенное время... — С открытыми глазами? — С открытыми глазами. Не больше трех минут должен разделать птицу определенным способом. — И все это должно быть эстетично? — Не на сколько эстетика оценивается, а правильность разделки. — И этому учат, и здесь вот насколько та теория, которую преподают, совпадает с практикой, которая в голове у профессионалов, которые от теории, наверное, давно оторвались? — Ну, конечно, должно соответствовать. Мы приближаем чемпионат к индустриальным стандартам. То есть индустрия нам дает какие-то веяния, которые сейчас у них происходят, и мы их перекладываем на задания. Задание разработано с учетом индустриальных каких-то направлений новых. — Ну, я понимаю, что имя Евгения Иришкина, может быть, далеко не всем знакомо. Ну, кого в Гугле заблокировали с Яндексом сейчас, пожалуйста, уважаемые зрители, добавьте себе немножко знаний подобным средствам. — Я знаю, что конкурсантам приходилось пройти, так называемую, слепую дегустацию. — Я вас поправлю немножко. — Идентификацию. — Идентификацию? — Да. — В чем разница? — Ну, дегустация — это когда вы пробуете что-то, дегустируете, так сказать, определяете там какие-то свойства, а идентификация — это определение и распознание продукта. — То есть надо понять, из чего это сделано? Курица или рыба? — Что это было за продукт? — Ну да, какие-то были образцы приготовленного продукта, например. Были какие-то консерванты, я имею в виду консервы. Были различные свежие продукты, были пряности. Палитра была очень большая. — Насколько вот это дело сложно для профессионала? — Для любого человека это сложный процесс. Если у вас нет какого-то вкусового профиля уже в голове, очень сложно распознать продукт с закрытыми глазами. — С точки зрения приверженности правды, а вот насколько хорошо или плохо? Ну, давайте такими простыми категориями выражаться. Насколько хорошо, если тот, кто кушает, не понимает, из чего это сделал? — Как хорошо поработал повар, что обманул, как хорошо поработал повар, что так спрятал. Или все-таки хвалить здесь никого не придется? — Какой вопрос с подвохом интересный. Ну, на самом деле, не всегда мы понимаем, что мы едим, когда приготовил повар. Мы поэтому и читаем меню, и спрашиваем официанта. — И точно ли пытаемся понять, вот это здесь что написано? — Да, дальше мы просто сравниваем на каких-то ассоциативных наших шаблонах, что это могло быть. Слепая идентификация как раз и показывает, насколько широкий вот этот вкусовой профиль у повара. Сталкивался он с этим продуктом или нет? Знает, что это такое или нет? Насколько хорошо? — Вот беглый взгляд на наш сюжет, он позволит, наверное, пятерку поставить каждому, кто какое-то блюдо представил. Настолько все эстетично кажется здесь. Ну или, конечно, спасибо еще и нашему оператору. А были ли теоретические задания, насколько они сложны? И, главное, насколько с ними легко справляются? — Ну, как отдельного задания не было. Включался вот в это задание все разработка меню. То есть у каждого конкурсанта есть определенный список продуктов ограниченный, и он, пользуясь им, мог разработать меню под заданием. — Так, то есть вот дальше после меню, собственно, наполнение этого меню — практический этап? — Ну, они выполняют разные модули, и, соответственно, каждый модуль должен соответствовать этому меню. То есть то, что он задумал сделать, должно было отразиться в результате его работы в тарелке. — А надо ли было учитывать? Учитывали ли какую-то специфику регионов, у участников? Ведь не секрет, кухни-то у всех разные. Вот вы говорили о знании продуктов, умении с ними работать. Понятно, что от региона к региону, не только в экономическом, в географическом смысле, отличия будут явными. — Да, конечно, каждый конкурсант мог все модули приготовить с каким-то направлением своего региона. У нас был включен один из модулей, называется он «Комплимент от шефа» или «Амюс Буш», где конкурсанту предоставлялась возможность использовать тарелку, которую он сам мог декорировать, и использовать один региональный компонент, который он сам мог выбрать. — Это вот то, что мы как раз видели на экране? — Да. — О заданиях на время. Все-таки это соревнования? — Конечно. — Были такие? — Все блюда они готовят на время. Конкурсант, как только входит на площадку, он выполняет все модули на время. Просто есть определенные промежутки, где он должен подать тот или иной модуль. Как в ресторане. Сначала подают закуску, потом горячие блюда, в конце десерт. У него есть определенный диапазон окна сервировочного, когда он может предоставить свою работу. — Давайте отмечемся немножко от главной нашей сегодняшней темы. Все-таки мы сегодня говорим с практиком. И время готовки, время подготовки блюда на кухне, оно ведь имеет определяющее порой значение. Насколько быстро подадут, насколько быстро совпадут ожидания. И, соответственно, то, что получит клиент ресторана, клиент кафе. То есть, в каком-то смысле поварское дело, поварское искусство — это конвейер. И здесь скорости невероятные на практике. — Ну, не то, что невероятные скорости. Есть определенные заданные временные диапазоны, которые нужно учитывать. К примеру, в индустрии мы можем рассмотреть банкет. Когда ведущий говорит, что сейчас будет гостем присаживайтесь, какая-то горячая закуска. И повар должен отдать вовремя эту закуску, подготовить ее и реализовать. — Ну, слава богу, я насколько знаю, спиртильных случаев не было. Значит, все успевают. Я про поваров. О системе оценки. Здесь пятибальная, здесь зачет-незачет, или здесь гораздо больше критериев. И вообще, что было определяющим, что для вас лично было определяющим? — Очень большая система оценивания, очень много аспектов, по которым проверяют знания и умения участников. Ну, система, она немножко интересная. Она включает в себя оценку 0, 1, 2, 3. 0 — это невыполнение заданий. — По большому счету те же самые школьные, только чуть-чуть другие ученики. — Почти. 0 — это невыполнение заданий. — Единица — это соответствие стандарту, то есть индустриальному стандарту. Работу выполнен. А 2 — это уже хороший профессионал, профессиональная работа. И 3 — это уже нет никаких придирок к выполненному результату. — 3 — это уже вот тебе моя визитка. — Профессионал уже не может найти недостатки, скажем так. Хороший балл. — Кто кроме Евгения Иришкина ходил? — Входил в жюри. — Очень большое количество экспертов. И прежде всего в оценивание входили эксперты-наставники. Те, кто представлял своего конкурсанта. — Получается, они оценивали своего? — Нет. Не позволяли так делать. И чемпионат не позволяет этого. У них есть руководители группы оценки, которые вместо их баллов дают и конкурсанту. Оценивают их конкурсанту. — Сложно. Даже вот сложно для такого бытового понимания. — Зато честно. Что касается ваших личных предпочтений, давайте имен на регионах не называть, а блюда. Вот то, что вы получили на тарелочке с голубой каемочкой или без нее. Вот что-то вас удивило, удивило приятно или вас удивить довольно сложно? — Мы уже перешли линию середины чемпионата. Скажу, что уровень в регионах вырос. Это заметно в блюдах. Очень многие регионы порадовали. Было много интересных решений. Для меня прям было что посмотреть. — Куда дальше эти ребята? Дальше по кругу соревноваться во всех регионах, на всех уровнях разных профессиональных чемпионатов. Хуже в конкретное заведение общественного питания, в конкретный ресторан. Если мы говорим о том, что у кого-то есть первое место, значит определенный бренд уже профессионал. И значит такого человека с руками и ногами, наверное, уже должны отрывать. — Я думаю, работодатели заинтересованы в таких специалистах. Потому что эти ребята уже на голову, наверное, выше своих сверстников. То есть они уже не готовы, специалисты, но уже подходят к этому моменту. У нас предполагается финал национального чемпионата, который будет проходить в Санкт-Петербурге осенью. И я думаю, что кто займет первое, второе, третье место, они точно туда попадут в своих федеральных округах. — И вряд ли тут уже уедут. Мы понимаем, что, наверное... Ну, правда, спрос огромный на таких. — Спрос есть, конечно. — В нашей области соревнуются не только студенты в профмастерстве, но и уже готовые мастера и готовые специалисты. Конкурс у нас называется «Мастер года», и с него следующий сюжет моих коллег. Конкурс «Мастер года» проходит во Владимире уже 11 лет подряд. В этом году организаторы разрешили участвовать в нем и не государственным образовательным организациям. Состоял он из двух этапов — дистанционного — подача заявок, и очного — проведение живого мастер-класса или урока для студентов. Тему мастер выбирал сам. Я повторюсь, основные задачи конкурса — это качество профессионального образования, использование современных образовательных технологий, работа с современной молодежью и с предприятиями, потому что технологии, которые используются на предприятиях, оборудование, они же изменяются каждый год, да? И наша задача на этапах этого конкурса — показать современные технологии и оборудование. Это первая основная задача. И, конечно, задача — повышение престижа педагогического труда. В этом году в конкурсе приняли участие 42 преподавателя и мастера производственного дела. В финал вышли 10 человек. Награждение проходило по пяти номинациям. Мастером года стал Андий Мартин Мартин. Именно он будет представлять Владимирскую область на всероссийском конкурсе «Мастер года» в Тюмени. Для мужчины этот опыт не первый. Два года назад он выиграл в номинации «Золотые руки». Урок был выбран, опять же, производственное обучение, то есть мы работали руками. Я работал с ребятами четвертого курса, если не ошибаюсь. Их было у меня девять человек. И выступал на площадке экономико-технологического колледжа с тематикой очень необычной о том, как цвета вообще в продуктах влияют на восприятие имя человека, как мы воспринимаем еду вкусно или невкусно, исходя из того, как это выглядит просто по цвету. Изюминкой такого урока стали использование живых седовных цветов. Для некоторых мастеров это творческое соревнование – дебют. Татьяна работает только три с половиной года, но именно она была выбрана для представления своего колледжа на конкурсе. Тема ее урока – блюдообманки. На нем ребята лепили пельмени из шоколада. Мастер признается – контакт со студентами нашла быстро. Ну, вообще, это здорово участвовать, это здорово получать навык, опыт, даже не являясь, конечно, победителем, знакомство с коллегами. Вообще, выход из зоны комфорта – это всегда очень полезно. Ну, видите, как правило, получается очень удачно. Вернемся к словам одного из мастеров, определяющим для того, что блюдо получит высокую оценку того, кому оно предназначено. Это его украшение, это его вкус, это время его подачи, это имя, фамилия того, кто его приготовил, ресторанный бренд. Или все это сразу. А может быть, я о чем-то забыл и чего-то секретного не знаю? Нет, вы все правильно сказали, прям вкупе все играет большую роль. Ну, тем не менее, в повара я не пойду, мне рановато. Да и, наверное, выше пюрешки тоже надо куда-то дорасти. Куда дальше? Вас мы ждем через год на другом чемпионате или дальше вы с головой в работу? Работы очень много. В том числе и такой наставнической, оценивающей. Конечно, конечно. Ваш совет, если он будет тем, кто участвовал и тем, кто высокую оценку не получил? Конечно, развиваться. Даже тем, кто получил высокую оценку и взял золото, не оставаться на этой позиции, развиваться, изучать что-то новое, стремиться к новому знанию. А это очень легко забронзовить вот так? Я думаю, что да, конечно. Конечно. Евгений, огромное вам спасибо за сегодняшний разговор. Спасибо вам, что пригласили. Приезжайте, приходите к нам еще. Я очень надеюсь, что еще увидимся. Благодарю. На сегодня у нас все. Спасибо, что вы были с нами. Всего самого доброго. И до новых встреч в наших эфирах. Спасибо. Спасибо.